Блин, такая потрясающая атмосферная и грустная музыка в меню, что как будто игра не вышла в релиз, а кто-то погиб. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Влад, ну что ж, ребят. Наконец-таки мы добрались до игры под названием The Long Dark, которую я избегал всяческими способами достаточно давно и долго, потому что я просто имел одну очень большую причину, скажем так, отмазываться. Я не понимал в настолько, вот, смысла не понимал в настолько обширных выживалках в оффлайн-режиме, то есть даже без коопа, когда ты сам попадаешь в огромный мир и просто в нем выживаешь. Какой в этом смысл? И вот, ребят, наконец-таки смысл появился, потому что состоялся релиз официальный спустя 3 года всех этих альфа и бета-версий, The Long Dark вышел, собственно говоря, в официальный релиз и наконец-таки появился сюжет, ребят. Вот с сюжетом все-таки выживать какой-то смысл имеется. Поэтому сейчас будем играть, смотреть, рассматривать игрушку. Честно говоря, я вот вообще ноль, то есть не играл в эту игру ни разу, поэтому надеюсь, там будут какие-то подсказки, может, какой-то даже туториал нам завезут, потому что без всего этого я просто, мне кажется, умру там в первую же ночь. Ну, ребят, с вашей стороны жду просто поддержки, бить активности, лайков, комментариев и, в принципе, это все. Я начинаю. Так, Winter Mute называется, собственно, для прохождения игры The Long Dark, сюжетная в режиме по эпизодам. Зимнее молчание, что-то вроде такого называется. Я, ребят, заходил уже в игру буквально на пару минут, чтобы посмотреть, что да и как. В принципе, ничего не понял. Графика очень интересная. На самом деле, я такую люблю мультяшную, но я в такие игры еще в таком стиле, в таком масштабе еще не играл. Новая игра, ребят, насколько я знаю, еще эпизоды не все. То есть есть эпизод номер первый, есть второй. То есть он доступен только после первого. А вот дальше все пока что закрыто, да, то есть разблокируется в дальнейшем. И здесь их насчитывается очень много. То есть пять штучек будет, я так понимаю, по ходу года они выйдут. Так, давайте почитаем. Эпизод номер первый. Не уходи смиренно. После крушения самолета где-то среди канадских лесов, Маккензи потерял доктора Гринвуд из виду и оказался в одиночестве. В борьбе за жизнь Маккензи решает осмотреть городок под названием Мильтон, где начинается осознавать истинные масштабы происшедшего. Интересно. Слушайте, ну как обычно, мы упали на раз где-нибудь в северных территориях, катастрофа с самолетом, и теперь нужно выживать. Ну давайте начинать, ребят, чистить на месте. Так, какие-то страшные звуки. И непонятные. Опачки. Так, ёлки-палки, северное сияние, ты ж мы где упали-то? Маккензи! Нас кто-то зовет, ребята. Непонятная женщина. Маккензи! Чё-то Маккензи, походу, совсем плохо, глаза потухли. Не дай этому новому миру сломать тебя. Такое ощущение, как будто, знаете, мама из детства шепчет, типа, на путстве. Маккензи, соберись! Не сломайся! Астрид? Какая-то Астрид, ребят, я не знаю, кто это такая. Астрид! Астрид, где ты? Ох, ёлки-палки, она... Слушайте, всё, мы играем. Так, тихо. Всё, собрались. Упали мы, ребят, где-то очень северно. Упали мы нехорошо. И у нас... Блин, как же я не люблю, когда что-то залетает в руки. Вот правда. У меня в прошлый раз, когда я увидел трубленную руку в этом... Президент Ибл, седьмом. И чуть не помер. Здесь же, ну вот опять, ну... Так. Ой, аккуратно! Тащи, 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 тащи! Кусок металла, бляха! Проткнули прям ладошку! Эй! Давай! Да я надо резко доставать! Ну ты чё? Кстати, а где кровь? Подожди, какого хера мы не капаем? Мы за росомаху играем, у нас заживает всё, как на собаке. The Long Dark. Что-то вроде, не знаю, длинная тьма. Надо найти, где укрыться от этого ветра. Так, давайте искать. Есть какие-то задания. Первая голова. Выживает сильнейший. Бляха! Надеюсь, это будет про нас, потому что, возможно, и не про нас это будет. А, вот! Нашел журнал, ребят. Ваш самолёт потерпел крушение над безлюдным северными пустошами. Вы ранены. Ваша задача дотянуть до момента, когда рука заживёт и позволит вам выбраться из ущелья. Так, под открытым методом протяните, дадите укрытие, разждите костёр. Вы истекаете кровь и найдите... Ага, всё-таки я истекаю крови, да? Правда, она просто не капала почему-то. Какая-то странная кровь. Но я истекаю. Так, будем иметь в виду. Что здесь можно найти интересного? Ветер просто огонь. Кажется, застрял. Ну да, да, да. Мы в какой-то непонятной заднице. Ветка. Разломать, конечно. Конечно, почему нет? Я на самом деле не знаю, надо ли это ломать или не надо, но давайте поломаем. Так, что у нас здесь? Березовая кора. Ух, берёзонька русская наша. Заберём. Почему бы и нет? Так, веточки. А, там вот калории пишутся, ребят. Ёлки-палки, калории и время, которое мы тратим на это всё про всё. Я думал, что это дело мгновенно происходит. У нас что-то жизнь улетает. Я только сейчас заметил слева жизнью. Тихо. Тогда нахрен мне, веточки не будем их собирать пока что. Ой, я вижу самое важное, что должно быть сейчас у нас. Это аптечка. Так. Понял? Понял, понял, понял. Зажми. Всё, молодец. Поиск. Так, что внутри аптечки было? Повязка. Боже, забирай. Антибиотики. Флакон с антибиотиками. Конечно, вообще просто самое нужное. Ещё одна повязка. Научитесь во время оказывать себе первую помощь. В дикой природе очень легко умереть. Как бы да. Лекарства из аптеки или собранные лекарственные растения могут спасти вам жизнь. Используйте окно статуса, чтобы проверить здоровье. Примените лечение. Используйте аптечку с круговым меню. Лечение можно выбрать из меню с собой. Так. Ключ к выживанию. Подготовка и самобладание обязательно для выживания. Зайдите в меню управления или если не уверены, что делать. Хорошо. Я вообще уверен на все сто, что я делаю. На самом деле нет. Но кого это волнует? Так. Круговое меню. А. Всё. Вот оно. Круговое меню. Навигация, оружие, еда, источник света, напитки. Всё. Понял. Пока что это нам не нужно. Какой-то ящичек. Ребят, картонная коробка. А. Тоже можно её сломать, потратить калории. Можно получить металлический обломок. А. А. Это мы с помощью металлического обломка, походу, сейчас... Всё. Понял. Не так. Не так прочитал. Мы с помощью этого обломка из нашей же руки, бляха-муха, только что разрезали картонку и получили с неё труд. Ну, интересно. Газета. Ну, на самом деле, возьму. Вдруг приспичит, ребят, по большому в туалетку что-то почитаю. Жизнь, кстати, улетает просто, я не знаю, в никуда. Так, ну я, скорее всего, нашёл укрытие, да? Огонь. Огонь даёт тепло, воду, еду и защиту. Огонь вообще просто, ребят. Огонь это вот. Огонь всему голова. Выберите костёр в круговом меню. Вам понадобится следующее. Воспламенитель, труд для растопки и топливо. Горючий ускорит процесс. Ответа топлива зависит время горения и количество выделяемого тепла. На костре можно приготовить пищу и искипятить воду. Рядом с ним вы не замерзите до смерти. Потрясающе просто. Огонь это вот. Здесь, правда, у нас уже жил, ребят, какой-то, не знаю, непонятный медведь. И вот что-то он, ребят, не дожил, на самом деле. Это нехорошо. Но здесь нет ветра. Я так понимаю, значок сверху это защита от ветра. Потому что, видите, значок ветерочка и щиточек. Так, что нам сейчас нужно? Костёр развести, да? Я так понимаю. Это что, мы капаем, что ли? Бляха, в натуре всё-таки капаем. Так, ну мы же вроде нашли повязку, я так понимаю, да? То есть, давайте посмотрим, где там странная повязочка это была. Вот она, вот повязка. Применить. Да, наложить, наложить. То есть сейчас заляпываю здесь всё кровью. Всё, вылечная потеря крови. Так, а где можно посмотреть сам? А, вот, походу, наш статус. Да, у нас проткнутая рука. У нас калории просто улетают. По ощущениям, минус 12 градусов на улице минус 15. Влияние ветра минус 1, но при этом у нас почему-то минус 12. По ощущениям, у нас какие-то плохие, ребята, ощущения на самом деле. Неправдоподобные. Так, а как строить-то всю эту херню-верню? Подождите. А, стоп, вот, тихо. Заложить. Палка топлива, берёзовая кора, спички. А у нас нет горючего, да? То есть горючего у нас, ребята, к сожалению, не имеется. Ну, давайте попытаемся это всё дело растопить. И я слышал, что вот это самое интересное, что есть в Лонгдарке, это вот растопка чего-либо. Особенно костров, там, видели, был написан какой-то шанс. По-моему, было 50%. То есть есть шанс сейчас мы просто не топить, топить, он потухнет. И вот тогда начнётся тотальная боль, потому что, ну, уже же, получается, так сказать, использовали и веточки, и газетку, и труд, и нихера не зажгли. Ну-ка, ну, давай, давай, родимый, ну, умрём же. Молодец! Так, костёр, три минуты, в смысле три минуты? Две минуты! Э, подожди, подожди! Что, что? Это всё, что я вспомнил, сейчас нужно прилечь, иначе я упаду. Там было написано, что костёр будет гореть три минуты. Ты больной, что ли? День два. Ну, мы всё, походу, замёрзли ночью на смерти и померли. А нет. Так хочется пить, надо как-то растопить немного снега. Статус. Ваш шанс вовремя среагировать. Открыв краткую статистику или круговое меню, можно проверить состояние здоровья, а также увидеть, насколько вы замёрзли. Голодны, устали, хотите пить. Если вы видите хоть один пустой красный индикатор, значит, вы постепенно теряете здоровье. Когда он уйдёт вас до нуля, вы умрёте. Потрясающе просто. Я рад. У нас есть индикатор красный. Это индикатор, я так понимаю, опять крови, что ли? Я опять капаю? Да какого хрена? Что за палённые китайские бинты? Слышите, это ненормально. А ну, наложи поязочку. В смысле? Не сработало? Средство не помогло. Ёлки-палки, ребят. А бинтик-то, как оказалось, палённый. Так, я могу сейчас это снова поджечь? Шанс небольшой. Ветки у меня с запасом есть. Время горения 8 минут. Шанс на успех, кстати говоря, ну такой приличный. Давай. Давай, дружище, я в тебя верю. Ты же уже горел целых 3 минуты. Правда, потом я уснул, как зараза, прям вот не вовремя. Ведь мог растопить это дело, ну, скажем так, с запасом. Сейчас надо немножко походить, мне кажется. Я там что-то упустил, потому что... Ну, это же самолёт, крушение, там... Скорее всего, что-то упало ещё более важное, чем то, что мы нашли. То есть, возможно, была ещё одна аптечка или что-либо ещё. Поэтому для начала будем сказать то, что, скажем так, у нас было с собой. Только потом будем делать из костей этой собачки или кого-то медведя какую-нибудь херню. Так, костёр, добавить топливо. 10 минут. Ещё топливо. Всё, отлично. Супер. Всё, у нас есть полчаса. Нормально согрелись, да? Надо сейчас найти... Слушайте, что-то... Стоп, это что у нас? Свитер. Действие. Можем его починить. А, это, я так понимаю, наши вещи, которые сейчас на нас одеты, да? Да, это наш свитерочек, который сейчас на нас. Я понял. Так, это у нас что? Ткань. Действие. О, можно разорвать и сделать из неё повязку. Отлично. Хочу повязку, ребят. Очень хочу, потому что я капаю просто жуть как. Так, а где они появились? Вот они. Пожалуйста. Давай, 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 давай. Там просто... Не помогло. Да ёб твою мать. Соберись, я тебе сказал. Да ёб. Ладно. Пойдём немножечко походим. Не наделал где-то остаться, братан. Ты такой самоверен. Мне кажется, мы здесь надолго залегли в этом ужасном местечке. Так, я вижу съедобные какие-то вещи. Плоды шпомника. Ага, пока что нам это не нужно. Понял. Так точно, капитан. Какой-то ящичек. Картонная коробка. Наверное, пока не буду тратить время. Хотя, сразу, наверное, забираем труд. Я ещё и жрать захотел. Ну, жесть какая-то. Мне просто интересно, мы сейчас взглянем. Есть какие-то шансы куда-то отойти, там, что-то поискать? Поискать? Ёб твою мать! Кажется, желудок сам себя переваривает. Да-да-да. Я понял. Шансов ноль, ребята. Метров, так, наверное, 150. Какая-то огромная дамба. Это вообще не весело. Так, ткань. Ещё одна ткань. Отлично. Сейчас будем пытаться... Книга! Вот это вообще просто... О! Какой-то контейнер. Так, внутри антисептик. Спичечки. Божечки ты мой. Ящик. Да похер, ломай. Там, правда, горит костёр и... Опа! Горючий! То, что доктор прописал, ребята. Горючий, это вот прям вот, слушайте, но это же огонь. Так, зря ты, значит, не разломал. Получается, внутри ящиков есть что-то, что потом остаётся ещё. Ух ты! Это же акватабас. Для чистки воды. Таблеточки. Отлично! Деревянные спички. Это круто. Это очень круто. Так, металлический контейнер. Что же внутри? МРГ! Тысяча семьсот пятьдесят калорий! Американский сухой паёк! Отлично! Так, значит, проблему с едой мы решили. Осталась такая небольшая проблема у нас. Мы немножечко капаем кровью, совсем капельку. Так, ветки, слушайте, наверное, сразу ломать, потому что вдруг будет погода, ну, скажем так, не очень. И я потом не смогу всё это дело собирать. У меня есть такое предположение, что вдруг будут какие-то буранные, ну, сами понимаете. Так, кстати, у меня уже три статуса из четырёх почему-то красные. То есть, там и какой-то глазик был просто краснючий, как после, не знаю, ночки за компьютером. Ещё и истекаю кровью, бляха, муха, и жрать хочу. Жесть какая-то. На самом деле, то, что я здесь так накапал кровью, это не очень хорошо, потому что... Ну, например, волки кровь чуют просто за километр, наверное, тридцать. И это будет вообще не камильфо. Так, кедровая, отлично, отлично. Так, нашёл много всего. Да, у нас потух уже костёр. И сейчас главное, ребята, это верить в то, что мы сможем залетить свои раны. Потому что, если нет, то... Так, ну, сейчас для начала попробуем его поджечь. Блин, шанс на успех, что-то вообще какой-то минимальный. А что повышает шанс на успех? Газетный рулон, берёзовая кора, нет, древесина... А-а-а! Вот оно что! Обычные, ребята, деревяшки не алё. Вот такие дровы, дрова, блядь, загораются просто-таки ни за что. Наверное, какой-то в них есть смысл. Давай-давай, дружище, надо загораться. На самом деле, я сейчас себе сделал какую-нибудь палочку из этих костей, наточил её, потому что... Обрыв обрывом, но какой-нибудь медведь подойдёт сюда за мёдом, в эту берлогу. А я, бляха, без мёда, и я не пятачок. Поэтому будут проблемы, причём большие. Ну уже! Слушайте, ну пока что, мне кажется, кедровые вообще просто... Просто без шансов. Они ещё и час горят! Вот это просто вещь! Просто вещь! Так, что я хотел? А, всё, решаем проблемы, собственно говоря, с нашей кровоточкой. Мы там нашли себе опять какие-то перевязки, вот, ткани. Рви всё, что есть, наверное, сразу, то есть, чтобы было, наверное, штучки четыре. Потому что я не знаю, что тут ещё. Капаем как заразы просто. Надеюсь, сейчас поможет. Потому что если нет, мы же помрём. Так, давай, родимый. Давай. Ты можешь, просто замотай руку. Что не так, я не понимаю. Что просто не так? Ладно, ладно. Какие там были ещё у нас, собственно, вопросы? Давайте посмотрим. Факел брать не хочу. Топливо, вода. Вот, растопить снег. Слушайте, я могу растопить немножко себе водички, да? Правда, это, я так понимаю, влияет на что-то. Два литра, значит, пока что растопим на будущее. А, время теряется. Вот, вот, немножко, да-да-да. Прям, слушайте, больше сейчас времени прогнали сейчас. Кипятить воду. О, кипятить воду. Либо очистить из-за помощи таблеточек. Давайте, наверное, закипятим. Только, наверное, для начала закинем сюда ещё побольше огня. Чтобы вдруг что не потухло. Так, наверное, даже побольше. Ох, вот это прям палочка так легла, так легла. Да, все, все два литра сразу кипятить, братан. Чтобы всё было зашибись. Ну, вода кипячёная, как бы, она самая, самая хорошая. Уже таблетки таблетками, вот, водичка закипела, и можно, как говорится, пить. Так, всё, у нас есть кипячёная вода, два литра. Давайте сейчас её сразу заглушим. Я могу выпить, скажем так, не всё. Или мы сейчас прям все два литра всосём. А, нет, нормально, нормально. Так, знающийся с водой про боли мы решили. Кипятом ещё у нас есть вопросы. Что-нибудь съедобное найти. Ага, что-нибудь съедобное найти. Но я нашёл МРЕ, больше, ребят, ничего не было. Давайте осмотримся сейчас. Порванные какие-то штанишки. Труд, труд-то хорошо. Шапочка есть, шапочка у нас имеется. Кстати, у нас где-то шапочка на голову. Где мы там? Да, у нас, у нас очень, блядь, на лицо. А, у нас ещё нога пробита. То есть это не рука кап, это нога. Ёлки-палки. Слушайте, ну по температуре мы готовы бежать. Защита есть, ответра тоже имеется. Ещё и бонус от тепла. Пока что всё неплохо. Так, значит, если больше нет ничего. Значит, едим чё? Сухой паёк. Чё остаётся-то? Почти 2000 калорий. Сейчас будем просто бодрячком. Как я не знаю кто. Всё. Так, риск заражения болезнью. Вот это плохо. Надо... А, обеззараживание... Это вообще не проблема. То есть обеззараживание раны, это... Это просто... Так, секундочку. Это прям вообще не вопрос. Где-то, где-то было что-то очень важное. Нет, это у нас антибиотики. Было вот у нас... Вот, перекись водорода. Точно, применить. Именно. Антисептик. Сейчас, сейчас мы там поплюхаемся на ранку. Всё. Мы не заболеем, ребят. Какой-нибудь непонятный спидозный хернёд, который мы погибнем посреди леса, поэтому... Нас опять вырубило. Да что ж ты будешь делать-то? День третий. Ну, прожили уже три дня, поэтому... Мы молодцы, пока что держимся. Погода становится всё хуже и хуже. Надо зажечь хороший костёр, чтобы не замерзнуть насмерть. Ага. Да, там прям ветер поднялся, просто будь здоров. Разожгите в пещере костёр, который будет гореть всю ночь. Девять часов. Девять часов. Девяти-часовой костёр. Я, конечно, всё понимаю, но... Так, у меня опять кровоточит эта грёбаная рана. Тихо. Там были перевязки. Давай, братан. Ну, на ракету должно быть вообще легко, то есть. Это ж не нога. Да как не помогать? Я вот не понимаю просто, что за хрень? А оно должно помогать. Какая боль, какая боль. Да что за... Я не понимаю. То есть... Мы капаем кровью. Здоровье отнимается. Точнее, здоровье. 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 И при этом, при всём, я не могу себя подлатать. Как-то всё крайне странно. Может быть, игра предлагает нам делать только то, что она хочет. Но тогда это... Ну, не знаю. Так. Добавил топливо, ребят. Сразу, брат. За секунду. Возгорелось. Я думаю, может, у нас есть топливо, иди книг. Слушайте. Ну, давайте сейчас сразу всё закинем. Взять, что ли, факел сделать себе. Да, я не знаю, сколько там поможет. В этой кромешной белой тьме. Из пурги. Надеюсь, мы не помрём. Так, тихо, 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 тихо. Веточки, веточки. Разломай. Быстро, быстро. Наше здоровье улетает просто... Я не знаю, как что. Так, тихо. Надо быть очень, очень быстрыми. Давай, 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 давай. Время-то улетает. Алёша, соберись. Нашего героя будет назвать Алёша. Не знаю, почему просто так захотелось. Разломай быстро. Там же ночь поступается. Блях, вот почему на ломание каждой ветки уходит по 10 минут? Блин, слишком долго, дружище, соберись. В экстремальных условиях надо как-то быстрее все дело проворачивать. О, боже, элитные кедровые эти. Таких бы побольше. Так, давай, давай, чёртов мороз. Нормально. Зато мы не хотим есть. Нет, уже хотим, бляха. Ай, давай, 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 давай. На самом деле, 9 часов это что-то многовато. То есть, как столько нагнать, я не совсем понимаю. Но сейчас будем смотреть. О, ящик, разломай. Что внутри было? О, книг, просто тьма. Отлично. Надеюсь, это не Ницше какой-нибудь. Потому что было бы, конечно, жалко столько спаливать философии и науки. Какая-нибудь херня там, типа Дарьи Донцовой. И было бы вообще зашибись. То есть, не жалко. Так, стоп, ещё один ящик. Я так понимаю, ящики сейчас намного в приоритете, намного выше. Жизни просто улетают. Мне страшно. Блин, здесь пусто. А нам ещё надо идти обратно. Ещё каким-то образом надо успеть всё это дело распалить. Но я хочу, типа, с первого захода всё это дело. То есть, не хочу потом выходить и возвращаться ещё. Кедровая. Вот оно. Жизни совсем плохо. Всё потемнело. Ой-ой-ой. Так, ну, вот они, вот они. Я вижу ещё одну кедровую. Они ж просто сразу дают по часу. Слушайте, ну я практически всё собрал. Надо, походу, надо домой. Надо домой срочно. Всё собрал. Нет. Последняя, последняя веточка, ребята. По идее, должен выжить. Хотя, конечно, это не точно. Что внутри? Нихера. Понял, это старый ящик. Всё. Всё-всё-всё-всё. Можем бежать? Не можем. Почему? Ящик. А-а-а. Сумеем разломать или нет? Пожалуйста, не помри. Что внутри? Нихера. Блин. Так, 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 так. Тихо. Я не вижу ничего. Костёр. Где он? Где? Где костёр-то? Ё-моё. Стайв новый. С горючим, да. Разжигай. Шанс маленький, да похер. Быстро, 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 быстро. Фух. Сработало. Чуть не уехали просто. Так, да палку. Зачем мы поджигаем эту палку? Не ясно. Закинь её в костёр. Добавить в топливо. Ещё добавить. Ещё. 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 Кедровые доски. Пять часов. Шесть книги. Пошли. Всё, что можно. Палочку. Факел. Ещё. Ой, мы там палок понасобирали. Просто охереть. Всё. Фух. Отличный костёр. Да, 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 да. Не замёрзнем уж точно. Так, только... Стоп. Нам что-то слишком херово. Нам нужно согреться. Так я согрелся максимально. У меня сейчас проблема с тем, что я капаю, как зараза. А мы можем что-то из этого разломать? Из наших вещей на... Действие. Я не хочу чинить это всё. Я хочу это разломать. У меня проблема со здоровьем. Вы понимаете или нет? Вы понимаете? Я сейчас помру просто. Что это? А у меня фонарик, кажется, был. Прикольно. Блин, у меня так долбит сердце, что аж страшно. Действие. Ааа, сделать труд. Давайте сделаем, но я не понимаю зачем. Не, ну в плане согревания я согрелся. То есть. Да. Я устал. Ну, братан, есть такое. День номер четыре. Вроде как ещё живы, но в глазах уже вообще всё просто туманно. Так, метель закончилась. Мне нужна еда. Отлично. Слушай, там были ягодки. Может, теперь их есть смысл собрать? Или нет? Да, скорее всего, я так понимаю, нужно его собрать. У нас ещё два часа костра. Вот это, конечно, затопили, как цари на самом деле. Жрать охота? Что у нас сейчас по жизням? О! Неплохо мы так поспали. Слух. Лучшее средство для выживания. Вынятенно смотрите по сторонам. Вы можете изменить что-то, что поможет вам выжить. Например, стая барон, кроющая неподалёку. Может означать, что там скрежь живого существа или труп человека. Ага! Агагашеньки! Но для начала я хотел собрать ягод. На самом деле здесь было очень много ягод. Вот они, вот они, да? Как не требуется? Это шиповник! Так, это же просто потрясающий чайочек можно захерачить. Так, а вот и... А вот и звук потрясающих птичек. Ага! Есть подъём наверх. С помощью этого... Так. А, стоп раньше не было. Это буря снесла, ребята. Это буря снесла дерево. Ну, я не против. И я уже вижу на просто наивкуснейшего оленя. Ой, здесь ещё и посреди... Просто, дружище, происти, но... Это просто это. Футляр Астрид. Так, это... Футляр нашей какой-то женщины, которая была с нами. Но там... Там пароль. 911 какой-нибудь, я не знаю. 007. Закрыт. Блин. Я просто не Хацкер, поэтому... Так, это метеостанция. Это мы, однозначно. Пасьянс. Ну, а что ещё делать-то, ребят, на самом деле? Не в айфон же играть. Воздушная служба острого рогатого зайца. Говорит Маккензи. И тишина. Это... Это какие-то школьники, что ли? Полегче, полегче, поверьте о ней. Морин, о чём ты? Какое мужественное лицо. Всё хорошо, Морин. Я понял. Я, правда, ничего не понял, но я что-то, ребят, понял. Ом... Привет, Уилл. Ты... Ты что здесь делаешь-то? Прошло много времени, знаешь ли. Да, года тебя не было вестей с... Я знаю. Я пришла... Я не пришла бы, не будет это так важно. Ну, и что тебя привело в... В смысле... Ты заболела? Нет, но... Кое-кто, да, и мне надо к нему попасть. Ага. Ты по-прежнему доктор? Да, я по-прежнему доктор. Я думал, что после... Почему ты здесь? Нужна твоя помощь. В северной части острова есть одно изолированное сообщество. Там кто-то очень болен и... На Великом Медведе. Так же, чем я осталась с той поры, как... Я знаю, но мне нужно попасть. По-прежнему спасаешь наш мир. Кому-то нужно это делать. Что это значит? Маккензи. Уилл. Я не собираюсь ворошить прошлое. Мне нужен пилот, который забросит меня в дальние дали. Я не буду задавать лишних вопросов. Кто-то, кому я доверяю. Кто-то, кому я доверяю. Погоди-ка. Вопросов? Астри, ты во что-то вляпалась? Ты мне поможешь или нет? Что в чемодане? Я же сказал, о неких вопросах, помнишь? Что в чемодане, Астри? Без вопросов. Смотри. Погода там ужасная. Ужасная. Кошмарная буря. Становится только хуже. Ты пришла через столько лет. Я мог вообще умереть. Ты могла умереть. И ты приходишь и говоришь, чтобы я все бросил и искал свою жизнь где-то над северными пустошами. Чтобы ты с этим загадочным кейсиком металлическим попал вклад в дальние дали. Просто потому, что ты пришла и попросила. Да. Астри, ты его не вернешь. Не в этом дело. Я знаю, как тебе тяжело. Нет. Ты не знаешь, Маккензи. Ты не знаешь ничего. Ты думаешь, я не чувствую того же самого? Мы летим или нет? Чем дольше ждем, тем хуже будет. Черт, у меня нет времени. Подожди. Тем хуже будет. Почему у меня ощущение, что ты не о погоде? Потому что я не о ней говорю. Тащи сумки в самолет. Я проведу осмотр перед полетом. И хорошенько пристегнись. Полет будет не из легких. Бляха, заинтриговали просто сюжетом ребят на самом деле. Че, женщина с такими сильнейшими бровями. То есть, я поддался просто на ее брови. Против таких бровищ не попрешь. Так. Что-то внутри было. Не было Астриза. Не было готова умереть. Надеюсь, она еще не умерла. Так. Хорошо. Рюкзачок. Как это? Не можем забрать. Я бы забрал. Почему нет? Мы забрали себе этот гребаный контейнер, в котором было что-то очень важное. Куртка Уилла. Наконец-таки. Так. Ну, здесь все понятно, на самом деле. То есть, это куртка. Она делает то, что защищает нас от холода. У нас наконец-то теперь есть куртка. Скарабкаться. Что? А-а-а. Вот оно че. Так, секундочку. У нас теперь есть курточка. Хочу на нее посмотреть. А, в смысле? Я, конечно, все понимаю. Какого хрена мы куртку-то не одели? Ты издеваешься? А, она заморожена. А, она же пролежала. Она сначала будет растопить ее. Понятно. Это еще не все так просто, как оказалось на первый взгляд. Че-то я не подумал. Так. Тоже замороженная туша тела. Дружище. Мне бы совсем капельку твоего замороженного мяса. Да. Заморожено 100%. Забираем абсолютно все. Полтора часа. Да похрену. У нас еще много жизни, много калорий. Ну, наверное, конечно, похуже стало, потому что температура упала. Все. Я забрал все мясо, которое было в этом гребаном олене. Да? Нечего собирать. Ну и отлично. Три килограмма мяса, ребят. Правда, теперь я хочу жрать, как падла. Ваша еда может вас убить. Когда вы будете умереть от голода, вы можете... А, ну это понятно, что надо готовить. Но если, типа, будет совсем прижимать нас к стенке, то, конечно, можно ездить сырыми от сожрать. Правда, возможно, там у него какие-нибудь обычные цепни у него, и мы помрем просто не знаю кто. Мы уже мёрзнем, у нас жизни сейчас улетает... А, нет, слушайте, ещё всё впереди. Пошли сразу дальше, в поход. Давай, 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 давай. Слушайте... Ой! Что? Воу-воу-воу-воу-воу! Эм... Болеутоляющий от матери природы. Иногда лучше врач, это мать природа. Из ягод шиповника можно приготовить чай. Ага! Наконец-то к нам, ребят, пригодился, собственно, шиповник. Оказывается, он болеутоляющий. Собираем сразу, наверное, несколько, чтобы было на будущее. Мне, наверное, пока выше не полезно, то есть... Я всё понимаю, но я только что лодыжку себе выбил. Хотя... Не-не-не-не-не-не! Хотя... Да нет, не хочу, ребят. Как-то... Я только что упал, и мне кажется, я сейчас вторую ногу сломаю. То есть, ну, выбил лодыжку только-то... Итак, рука пробита, нога пробита, блин. Теперь ещё вывих лодыжки. Как-то всё слишком мрачно стало. Нехорошо всё это, нехорошо. Вот, кстати, пособирается вообще с веточки. Там, возможно, чай уже кончился. Это нехорошо. Потому что... Ой, чай кончился. У нас свой не было. Костёр кончился. Потому что мы его давно топили. Там, конечно, было два часа запаса, но... Мы этого грибаного оленя просто разделывали, мне кажется, битые сутки. Поэтому забираем сейчас с собой. Хотя там у нас веточки были. А что у нас там по заданиям? Нужна пища? Понял. Да я нашёл всё, что нужно было на самом деле. Три с половиной килограмма мяса, это... Это прилично, наверное, на одного человека. Выжить можно. Да, костёр пот... А, или нет? Горит? Родимый, я тебя просто... А, это горячая зола ещё. Топливо. Кедро туда накидай. Два часа. Всё. Пошло, пошло в гору. Так, а, значит, еда. Пропахивающая оленина сырая. Пропахивающая. Ну, давайте, почему нет, готовить. Жарим. Сразу и тепло пошло вверх. И, правда, сейчас я захочу пить. У нас, вроде, вода ещё была. Так, ну я только что приготовил... Слушайте, может, сразу приготовиться несколько всех этих оленин на будущее. Потому что вдруг костёр потухнет. Пока есть ещё мощь в нашем костре, почему бы не приготовить сразу? Или всё-таки оставить на будущее? Вдруг когда может протухнуть. Чёрт его знает, ребят. Так, куртка. А, кстати, а как её разморозит-то? Подождите. Её нужно починить с помощью ткани. Блин. А я... Пляха-муха. То есть я могу её разломать, но это, конечно же, совсем будет идиотизмом. Стоп, а я могу сейчас разломать что-то из своего старого комплекта? У меня там два свитера на себя где-то нет. Нет, не могу. Свитер вещь очень хорошая. Так, ну она пока что разогревается. Я так понимаю, в любом случае сможем её одеть. Как только она отмёрзнет. Она немножко поломана. Да, она разогревается возле костра, поэтому... Я хочу сейчас немножко покушать и воды попить. Где наша потрясающая оленина готовая? Вот, это же готовая. Это сырая. Вот. Скушать. Всего 400 калорий, ребят, прикиньте. В таком куске мяса. Просто я в шоке. Так, одну проблему решили, да? И поешьте. Так, я вот только что поел. Что тебе не нравится? Ну я хочу ещё, конечно, пить. Так, ну у нас там вроде бы была вода, поэтому это не страшно. Вода питьевая, которую можно пить. Давайте выпьем, почему бы и нет. И ещё, наверное, съедим сейчас сразу с запасом. А, вот у нас. Живудок далеко не полный. Так, понятно, нужно его забить до конца. Тогда готовим до упора ещё. Чё делать-то? Давай. Сейчас сразу себя впитаем. 3 килограмма мяса. Конечно, это не очень комильфон. Ну а чё поделать? Так, ну вроде бы пока что ещё костёр живёт, поэтому. Не проблема. Так, окей. Окей. Еды теперь у нас очень много. Давайте ещё забьём свой желудок просто доверху. Кстати, здесь калорий гораздо больше уже. Какие-то странные куски мяса, непонятные для меня. Вот. Всё, всё, ребят. Забились до упора. Ой, лодыжка прошла, ребят, на день пятый. Вот это, конечно, круто. Это очень круто. Сегодня чувствую себя получше. Думаю, теперь я туда заберусь. Так, ребят. Я, знаете, что я думаю? Наверное, пока на этом остановимся. То есть, в бескрайние дали полезно, наверное, что-то попозже. Было очень интересно играть, на самом деле, ребят. То есть, я не играл в The Long Dark вообще. В принципе, для меня пока что-то шок. Игра, в которой всё продумано до мелочей. То есть, отравиться там, вывихи лодыжки. Одежда замерзает. Я, то есть, про игру слышал, но не играл. Теперь я её увидел воочию. Это реально годная, ребят, игрушка. Плюс сюжет, на самом деле, меня заинтриговал. То есть, это не банальная какая-то выживальщина по типу. Вот там, выживай, выживай, выживай. Там, ешь, питайся. Видите, пошёл сюжет. Причём с бэкстейджами. То есть, с вставочками всякими видео. И реально стало интересно. То есть, куда ж мы ехали? Что в чемоданчике? Что за женщина? Много вопросов. Поэтому игра мне, ребят, нравится. Надеюсь, вы тоже меня поддержите, скажем так. В моих начинаниях поставите лайк. Напишите комментарии. Но мы, наверное, ребят, пока на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем удачки. И пока-пока.